Начинаем. Начинаем, как мы все работы начинаем, мочим холст и срочно набираем вещество краски, ну некое выгодное нам пятно. В данном случае мы пишем рассвет, он у нас желтит, оранжевит, бел, и вот мы все это набираем на холст. Это первый слой вещества краски, который нам нужен для того, чтобы было с чем работать. Масло любит краску, масло любит фактуру. Вот мастихином, то что мы сначала кистью накидали, сейчас мы мастихином дополняем и растираем, растираем, расштриховываем по холсту. То есть наша задача сейчас бросить побольше, побольше. Не так, чтобы слишком много, но вот в какую-то меру, с которой уже можно работать. Голубизну добавил на периферию. Там небочка у нас чуть-чуть светится. То есть в центре у нас свет, в данном случае, вы знаете, мы пишем восход. Чуть темнее у нас море. Мы его тоже набираем голубыми, розовыми, желтыми. Все те же цвета, только чуть смуглее. То у нас кисти больше розового, то кисти больше голубого, то больше желтого. Набираем теперь плоскость воды. К линии горизонта вы видите, вода теряет очертания свои и почти сращивается с белизной горизонта. Линию гора обозначили. Она может быть любая. Вот видите. Одна не понравилась. Добавил. Прибавил. Бледна. Как и все в этом утре. В этом восходе. Силуэт кораблика, который приходит к нам, движется в нашу сторону. Как некий позитивный элемент картины. Усилим свет. Место, где солнце. Пока без солнца. Просто усилим то место светом. Видите, картину пишем сразу всю. То в одном месте поработали, то в другом. То есть нет такого, чтобы мы зависли вдруг на горе или на переднем плане воды. Или я бы завис на кораблике. Видите, вот точечка. Кругленькая, светленькая. Показалось уже у нас. Да, солнышко. Обязательно сейчас вот. Уместно будет набрать. Густой красочкой, кстати, видите, набираем. Густую краску белила берем. Можно чуть-чуть их подоранжевить розовым и желтым. И набираем следочки. Вот этот меч, отраженного в воде света от солнца. Немножко набираем глубины темноты периферии картины на переднем плане. Некоторые разноцветятся, укладем. Тональность. Волночка поднялась чуть темнее. На другом краю чуть светлее. Волнаш это как некая складка ткани. У нее есть освещенная сторона, темная сторона. Тень, вы видите, я сейчас отложил тень от корабля. И корабль некоторым образом сел на плоскость воды. Сейчас кладем уже само основание корабля, лодочку корабля. Вот она у нас коричневит, она у нас синит. Она у нас отражается. В ней тоже есть светлые темные места. Ну и сама геометрия лодки. Смотрим на картинку. В данном случае мы взяли мотив у Айвазовского. Хотя не делаем копию, а делаем только мотив. Паруса, которые не свернуты, они у нас светлые, вы видите. Те, которые свернуты темнее. Поскольку ткани, плотность высокая. Есть парус вот этой части. Есть мачточка. Еще паруса второго плана. По формочке укладываем эти паруса. Видите, и штрихую, и по форме. То есть, разные приемчики. Хотя, в данном случае, как вы будете это делать, не суть важна. Лишь бы у вас работа в тоне была вот такая. Тихая, тихая. То есть, ничего не кричит. Ничего не слишком бело, ничего не слишком темно. То есть, все равно рассветному этому, рассветной дымке. Эту меру, конечно, нужно чувствовать, нужно сматриваться, в себе воспитывать. Умение работать в тоне, то есть, в степени темности. Вот, характер парусов, там, ну, на картинке у нас какой-то есть. Он немножко другой. Мы тут чуть-чуть расширяем кораблик, чтобы он не был слишком музык. Там, у Байгазовского слишком узенький. Вот. Добавляем всякие лесенки. Даже свет, вот, на этой части, которая обращена к Солнцу. И вы видите, вот, какой-то набор звуков, тоновых, без особого толком рисунка, дали полное впечатление кораблика, который тает в этой утренней дымке светлой. И, опять, возвращаемся к нашим густым белым отблескам на воде. Вот этот меч солнечного света, который обычно в воде отражается, вот можно вот такой густой краской уложить, прямо мастихином, раздавая, видите, и точечки вот такие, бусинки света на воде, и густоты самого, самой дорожки. То есть, нет шахматного порядка. Вы видите, некоторый зигзаг такой, естественный, стихийный зигзаг. То густо, то пусто. То много бусинок, то мало бусинок. То есть, нет, нет порядка. Есть некий беспорядок. Но естественный. В дальнейшем там свет растянулся по линии горизонта. Он еще менее заметен глазу. Видно только, что там лужа света. Вот мы ее показали. Немножко обозначим омлочевники. Чуть-чуть, чуть-чуть там какие-то светлые угадываются. То есть, не вырисовываем прямо такие облака, а вот только угадывающиеся силуэты. В цвете картиночка может быть... Вот мастихинам очень удобно более плотно положить, особенно в переднюю вятку. Передние облачка более плотно, потому что они где-то здесь. В цвете картинка должна быть перламутровой. Сочетание розовых, желтоватых, голубоватых вместе, в некоторых пограничных своих состояниях при перемешивании, дадут общее настроение перламутровости. Итак, розовые, желтые, голубые, разбелые, то есть с белой краской, дадут вам это утреннее состояние. Ну, это классические цвета, собственно, основная наша палитра из них состоит, поэтому... Просто здесь очень много белилок. Видите, мастихинам сделал какие-то линии геометричные, очень геометричные. Именно краем мастихина тоненькие проводочки, освещенные солнцем, получились легко. Ну, какие-то бойнички или окошечки. Отражение, тень. То есть у нас в данном случае и отражение, и тень, поэтому оно немножко все смещено вправо. Тень и отражения как бы немножко легли вправо от лодки. Отражение от света на носу корабля лежит вполне вертикально. А его перерубают плоскость воды, свет на плоскости воды. И вот все вместе создают эффект воды. Отражение и плоскость. Немножко вот зеленцы на передний план, чтобы показать некоторую отмель воды. Зеленца как бы делает воду прозрачной, и мы привыкли видеть у берега зеленоватость воды. Полосатость некоторую дали волнам на переднем плане. Ну, собственно, сейчас уточняем просто все то, что уже сделано. Доводим. У нас могли бы появиться вдали, а ну, в данном случае вот на скале появились плоскости. Те, которые освещенные, те, которые не освещенные. Вот. У нас могли бы появиться в том мареве света на воде. Могли бы появиться какие-нибудь парусники или еще кораблики. От нашего корабля может отчаливать лодочка. Вот. Вот там какая-то горочка, там какие-то даже домики немножко видны. Ну, вот все это вместе. И все это бледно, еле-еле-еле. Пусть зритель угадывает. Каждый там себе что-то угадает. То есть, не ставить перед собой задачу там серьезной... А, ну вот у нас лодочка появилась. То есть, она у нас, видите, в тени корабля, поэтому она более выражена, как темное пятно. У нее есть отражение, у нее есть человечки внутри, у нее есть веселки. Все это вы можете видеть. Всплеск от весел на воде. То есть, все, что мы знаем. Ну, буквально пишем рассказ. Лодка, от нее след на воде, потому что она плывет. У нее весла. Отвесел след. От корабля, в данном случае, след. То есть, мы даже и без картинки можем этот рассказ плести. Собственно, на картинке у нас лодки-то и не было. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok